Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Анастасия Арнт. Сегодня у нас в гостях человек, портфолио, у которой не одна научная публикация. Научный сотрудник Государственного природного заповедника ПАСВИК, а также председатель Рязанского клуба птиц Елена Валова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Вы представитель Рязанского клуба птицы. Расскажите, чем он занимается? У нас это общественная организация, которую мы создали для того, чтобы объединить всех любителей птиц в одном месте. Мы сами проводим научные исследования, ездим наблюдать птиц, считаем их и привлекаем к этому всех любителей. К тому же у нас в группе все могут поделиться своими наблюдениями, фотографиями. Клуб проводит выставки на базе Горьковской библиотеки и не только. Личные некоторые проходят у многих в других местах. Ну и встречи проходят у нас регулярно на базе библиотеки. Раз в месяц собираемся, чтобы каждый мог поделиться своими интересными находками и впечатлениями. Елена, помимо того, что вы работаете в Рязани, вы еще и научный сотрудник Государственного заповедника ПАСВИК в Мурманской области. Расскажите, как вы там оказались? Ну, тут дело случая, так сложилось, сложились обстоятельства, что меня пригласили в заповедник. Меня туда привела любовь к птицам и к северу. И в 2019 году меня пригласили на проведение учетов. И уже после этого я там осталась. Теперь поговорим о птицах именно Рязанской области. Какие виды чаще всего встречаются в нашем регионе? В нашем регионе очень большое разнообразие птиц. Их около 300 разных видов встречается. И в разных биотопах обычно разные виды. Например, в лесу это зяблики, скворцы. В городе будут обычными воробьи, вороны. На водоемах это различные виды уток. Но некоторые птицы просто более многочисленные. Некоторые редко встречаются. Бывают залетные виды или в целом редкие. Например, краснокнижные виды, которые не везде и не всегда встречаются. Чем уникальна именно наша сфера обитания для птиц? Здесь проходит граница между лесной зоной и уже лесостепной. То есть по Аке проходит граница Мещеры. Это южная граница Таги. И там свои специфические таежные виды встречаются. А по другому берегу Аке уже лесостепные. И, соответственно, здесь встречаются более южные виды, которые в других местах севернее уже не встречаются. Поэтому это, наверное, уникальность нашего региона. В том, что здесь очень большое разнообразие. И благодаря именно разнообразию биотопов. Встречаются ли у нас птицы, которые только в нашей местности обитают? Нет, эндемиков у нас нет. Но каждый вид по-своему уникален и нуждается в своей охране и любви к нему. Вы занимаетесь поиском разных птиц. Какая находка была для вас самой интересной? И, собственно, как вы к этому пришли? Ну, каждая находка, она уникальна по-своему. То есть каждая приносит свою радость, имеет свою ценность. То есть это каждая встреча с птицей, она особенная. Запомнились поиски кречетов на севере, когда мы много километров ходили в поисках гнезд этих редких соколов. И когда наконец-то удалось найти, это было, конечно, огромное счастье. В этом году у меня была интересная находка в Мурманской области. Опять же, я нашла краткоклювого гуменника. Это довольно редкий вид нашей страны. Он обитает только на Шпицбергене и других некоторых островах на севере Исландии. А у нас такие встречи еще довольно редки, но, тем не менее, они случаются, в том числе и в средней полосе. Но для меня это была особенно большая радость, потому что я увлекаюсь, очень люблю гусей. Стараюсь всегда изучать их. И это была одна из моих таких... Я очень мечтала об этой встрече, но не надеялась даже. И вот очень повезло, что удалось увидеть и запечатлеть. А в Рязани какие-нибудь были такие находки? В Рязанской области? В Рязанской области тоже есть много разных находок. Это и гнезда хищных птиц, которые мы ищем уже несколько лет, находим. То есть зимой мы занимаемся поиском в подходящих биотопах. А потом в весенний-летний период уже проверяем эти гнезда. И каждая, конечно, встреча такая, когда редкие хищники занимают эти гнезда, она приносит радость. Плюс ко всему мы занимаемся мониторингом сов. И это ночные интересные встречи с этими уникальными созданиями. Они тоже приносят каждый год радость. И я очень люблю куликов. Поэтому для меня тоже здесь всегда большую радость в такие встречи с редкими видами куликов, которые у нас здесь либо на пролете, либо залетные какие-то встречаются. То есть каждая встреча очень интересна. Елена, вы изучаете птиц. Когда вы, собственно, ими заинтересовались? Ну, я с детства увлекалась природой. Мне нравилось наблюдать и за птицами, и за насекомыми, и вообще за живой природой. Но с появлением фотоаппарата я стала больше внимания уделять птицам. Потому что раньше не было определителей, не было возможности где-то посмотреть в интернете, что за птицу увидели. Фотоаппарат дал возможность эту птицу сфотографировать и постепенно узнать о ней много подробностей. Вот в начале у меня был момент, когда я не могла понять, что за птица встречается зимой иногда. Видела ее в кустах, несколько раз встречала и не могла понять. Когда фотоаппарат появился, я сфотографировала и узнала, что это дрозд-рябинник. То есть сейчас они в массе встречаются в городе зимой на рябинах, и практически каждый уже, наверное, знает эту птицу, даже не те, кто не увлекается ими. Тем не менее, ну вот в моей практике такой случай был. И затем, то есть каждую птицу, которую я фотографировала, я читала про нее, узнавала все. Постепенно это стало образом жизни. Фотоаппарат я купила уже другой, зеркалку, которая позволяла больше возможностей сфотографировать птицу, которая прячется в кустах за густыми ветками. И постепенно, постепенно это стало увлекать все больше и больше, стало больше времени занимать. И уже постепенно я узнала людей-орнитологов и бирдвотчеров, людей, которые увлекаются птицами, что, естественно, еще больше облегчило задачу. И в результате этого птицы стали просто моей жизненной необходимостью. Я практически каждый день выхожу, смотрю, наблюдаю за ними. Вместе с ними огорчаюсь, вместе с ними радуюсь. Фотоаппарат дал большие возможности много узнать о каждой птице, поближе с ней познакомиться. Ну, помимо этого, конечно, я много читала, учила признаки каждой птицы. Особенно зимой, когда птиц немного, я практически все время свободное тратила на это. И так постепенно это стало занимать все мое время свободное. Хотя, конечно, я наблюдаю не только птиц. Насекомые, грибы, звери, растения. Все привлекает внимание. Но птицы все-таки это главное. Елена, вы фотографируете. Сколько фотографий за все это время уже у вас в коллекции? Это невозможно посчитать. Потому что я фотографирую и для научного подтверждения, то есть каждую птицу, которую я вижу, я фотографирую, чтобы потом внимательно разглядеть на фотографии признаки. Даже если это обычный вид, иногда оказывается, что он вовсе необычный. Я просто не успела разглядеть. Ну и занимаюсь фотосъемкой именно для получения хороших кадров стараюсь. Мы выезжаем иногда специально именно не для поиска, а для фотографирования. Никогда не считала, сколько фотографий, потому что они исчисляются сотнями тысяч, наверное, уже в целом. Но, естественно, хороших фотографий, их не так много. Я радуюсь каждой, делюсь ими со всеми и в ВКонтакте в группе своей, и на личной странице. И в целом они используются сейчас и в различных книгах, в том числе в красной книге. И, в общем-то, вот так. А сколько лет вы уже увлекаетесь птицами? Я не запомнила тот момент, когда это произошло. То есть это происходило как-то постепенно. И вот конкретные даты, как бывают люди, увидели какую-то птицу, и с этого все началось. У меня такого не было. Я постоянно наблюдала. С самого детства я могла, еще будучи ребенком, выйти в сад, увидеть поползня или пищуху, которая ползала по стволу дерева. И просто час, а то и два провести, просто наблюдая, стараясь приблизиться к ней. Фотоаппарат появился, наверное, после того, как я закончила университет. И смогла себе накопить на него и купить. Первый был у меня суперзум, и в дальнейшем уже много разных фотоаппаратов. Когда вы начали заниматься именно орнитологией? Ну, это произошло как-то постепенно, само собой. То есть увлечение становилось все больше и больше времени занимало. Затем я с нашим орнитологом Геленой Феониной ездила в национальный парк Мещерский, где мы участвовали в учетах. Мы сфотографировали птиц. И в дальнейшем меня пригласили в заповедник Пасвик. И там я уже работала как орнитолог. И это стало моей жизнью и работой. Орнитология – это наука о птицах. Для чего вообще их нужно изучать? Птицы – это необходимая часть всей экосистемы. Без них наш мир просто не будет существовать. Поэтому необходимо знать и понимать, какие механизмы действуют, чтобы сохранять потом каждый вид, который требует к себе внимания. Мы многого еще до сих пор не знаем, что происходит. Некоторые виды увеличивают свою численность, расширяют ареал. Другие внезапно сильно сокращаются в численности. И задача орнитологов понять, что же приводит к этому, чтобы сохранить птиц, все разнообразие птиц в нашей природе. Ну и в завершение расскажите какую-нибудь историю из вашей практики. То, что запомнилось вам очень сильно, связанную с пернатами. Может быть, это какая-то забавная, такая необычная ситуация была. Ну, наверное, я хотела бы рассказать про свою встречу с бородатой неясытью. Это происходило зимой на день орнитолога, 19 февраля. День выдался очень тяжелый для меня. Мы в лесу долго находились, птиц не было никого. Мы были уставшие. И внезапно мы просто поменяли все наше... То есть куда мы собирались, мы не поехали. Поехали совершенно на другое место. И неожиданно для себя вот в этот самый тяжелый, наверное, день мы встретили бородатую неясыть. Там, где совершенно не ожидали ее увидеть. И совершенно были не готовы к этому. То есть она просто внезапно из метели показалась. И мы в восторге наблюдали, фотографировали. И это настолько заполняет счастьем такие вот неожиданные, очень эмоциональные встречи. Что потом понимаешь, что птицы спасают иногда от многих проблем в жизни просто своим присутствием где-то здесь, рядом с нами. Спасибо, Елена, что стали нашим гостем, что рассказали так много о птицах. Ну а пока на этом все. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»